Здравствуйте! Это новости на Дону в студии Артём Тарасов. Смотрите выпуски. Учёба вместе с животными. На ветеринарном факультете Донгау студентам помогают лошади, коровы и страусы. Ой, Тёма, мой дядя. Нет, он просто любит вкусняшки. Кушать у него полные кормушки. Отпустили соперниц подальше и лихо обогнали. Ростов-Дон-Юфу установил рекорд результативности в сезоне. Если где-то не сообразило, то уже всё поздно и уже время уходит. И тренер такой, так, всё, я не буду больше тебя выпускать, иди пока поучи. Непривычный Шишкин. В день рождения художника смотрим его графику и лишь один живописный пень. Вы знаете, художники такое вот слово любят. Вкусно написано. Постоянная переплата за отопление и электроэнергию. Откуда берутся большие цифры в квитанциях? Жильцы ростовской пятиэтажки по проспекту Чехова попросили разобраться в министерство ЖКХ. И специалисты провели аудит платежей. Основная жалоба собственников – журналы учёта не ведутся и непонятно, откуда насчитываются суммы в квитанциях. Расшифровки формул не поступают до сих пор. Информацию управляющая компания не даёт никакую по отоплению. Показания нам тоже в квитанциях не включают, перерасчёты не ведутся. По расчётам за электрическую энергию, потреблённую в местах общего пользования, тоже возник вопрос. Управляющая организация произведёт сверку расчётов в срок до 1 марта и оплатит имеющуюся задолженность. Причём это будет уже новая управляющая компания. От услуг действующие жильцы решили отказаться. Новая УК приступит к работе в феврале и будет исправлять ситуацию, если аудиторы найдут нарушение. Коровы, лошади и даже страусы живут на ветеринарном факультете Донского аграрного госуниверситета. Это и друзья студентов, и наглядные пособия для обучения. А значит, День российского студента – праздник и для тех, и для других. Каждый осмотр для животного – праздник. Преподавателям и студентам страусёнок Гриша радуется как близким друзьям. И даже разрешает прижать себя к груди, чтобы лучше прослушать сердечные тоны. Обследовать растущий организм нужно ежемесячно, и старшекурсники делают это самостоятельно. В конюшне привуза у студентов и подопечные, и спортивные партнёры. Здесь работает секция по конкуру. Кристина Чимпель в конном спорте уже 7 лет, и в Донгао пошла с учётом этого. Профессия ветеринара сама по себе интересна и в спортивном увлечении поможет. «Если лошадь моя, не дай бог, чем-то заболеет, ногу спотыкнётся, что-то в работе пойдёт не так, уже могу поставить диагноз, что лошадь хромает, что у неё болит, какая там кость, сустав, что у неё может быть там». В ветеринаре нашли себя и выпускники далёких от медицины специальностей. Наталья Кравцова по первому образованию журналист. Но решила – это не её. И сразу после получения диплома пошла в Донгао, где совмещают учёбу с новой работой. «У меня в первый же день умерло животное. То есть я думала, что я приду, я сразу начну помогать и спасать. Но, к сожалению, столкнулась с обратным. Было тяжело. Я пошла, вышла, поплакала. То есть это было трудно. Но потом привыкаешь к этому моменту, и как-то идёт отторжение. То есть надо уметь абстрагироваться от таких неприятных факторов. И самое хорошее из этого – выжимать, так скажем». Ветеринарный факультет Донгао – один из старейших в России. Родители Миланы Поповой – тоже его выпускники. А сколько всего в семье ветеринаров сосчитать до конца сложно. Говорит, с животными работали прадеды до 21-го колена. Причём все делают выбор сами. Родня на продолжение династии не давит. «Мама говорила – выбирай сама, как ты хочешь, что ты хочешь. Ну, во-первых, биология – она не такая уж и сложная прямо наука, если её понимать. Поэтому я как-то сама так взяла и пошла». Ветеринарному факультету Донгао уже 177 лет. И пять из девяти музеев вуза – результат труда ветеринаров. Евгения Нагорская, Тагир Фатахов, Дон-24, Октябрьский район. Играя самой слабой командой Суперлиги, баскетболистки Ростов-Дона-Йофу придумали себе интригу. И чтобы не выигрывать банально, отстали в первой четверти на целых 12 очков. А потом красиво догнали и далеко обогнали соперниц, набрав рекордные в сезоне 82 очка. Начало на рекорд даже не намекало. За пять минут ростовчанки забили лишь два штрафных, а юные спартанки рванули на 10 очков вперёд. И когда «Пантеры» понемногу стали попадать, гости точно отвечали. И, как следствие, первую четверть проигрываем с непривычно малым количеством баллов – 10-22. У гостей из-за трёхочковой дуги залетает каждый второй бросок. И за 20 минут их прилетит шесть, а у нас пока все дальние мимо. Зато полный багаж возможностей и желания. За дело берётся чемпионка мира Элеонора Олейникова и несколько подряд сольных действий завершает взятием кольца. А вся команда набирает уже 20 очков и к большому перерыву отстаёт лишь на пять. В Старополе мы там также вели 20 и в итоге проиграли. И почему так происходит, никто понять не может. И вот результат на тобой, что очень обидно. Третью четверть можно назвать именем Дарьи Просолуповой. Наш капитан играет красиво, точно и выводит команду вперёд. Уже привычные для себя очки из-за дуги набирает центровой Катя Осипова. Похоже, только что повзрослев на год, сразу набрала уверенности. Во-первых, я работаю над этим и тренер мне много подсказывает. А во-вторых, ну, возможно, как бы выросла, подросла. Ну, то есть, всё-таки уже как бы возраст. И нужно приводить себя в порядок полностью, чтобы выходить на новый, более высокий уровень. Ну, вообще, Катька снайпер, у неё очень хорошая кисточка. Другое дело, что каждый игрок должен создать себе ситуацию для броска, если тебе не создаёт команда. Её нужно создать без мяча, вовремя выскочить, вовремя и хорошо получить мяч. От стартового запала гостей не остаётся и следа. Хозяйки паркета действуют безошибочно. Таковой уже полноправно может считать себя новенькая разыгрывающая Валерия Яковлева. В этом матче проводят 10 минут на паркете и набирают нужные для команды очки. Много взаимодействий, где ты должна понимать как бы суть вообще игры, суть этих взаимодействий. И должна как-то быстрее соображать. То есть, если где-то не сообразила, то уже всё поздно и уже время уходит. И тренер такой, так, всё, я не буду больше тебя выпускать. Иди пока поучи и я тебя приглашусь. После нуля в первой половине трёшками ростовчанки набирают 24 очка и побеждают плюс 24. 82-58. На одну очко побив свой рекорд результативности в сезоне. Лев Клинов, Юрий Санкин, Дон-24, Ростов-на-Дону. На его полотнах просто лес, просто поле. Но написаны они так, как до него никто не писал. Иван Шишкин родился 25 января. И областной музей изобразительных искусств откликнулся на эту дату. В его залах работает необычная для привычного нам царя русского леса выставка. Иван Шишкин умел писать русский лес с такой поэтичностью, с такой скрупулёзностью, что до сих пор ему нет равных. В собрании Ростовского музея среди графических работ лишь одна живописная. Если вспомнить берёзовые и сосновые леса, которые писал Шишкин, заметим, на этом полотне лишь то, что от них может остаться – лесной пень. Но как он это умеет, ну, увидеть, ну, мастерски запечатлеть, допустим, вот эти вот… Вот ажурность такую, какой-то прямо изыск вот этих грибов, которые здесь пристроились на этом пне. Как это всё… Ну, знаете, художники такое вот слово любят – вкусно написано. Живописные полотна Шишкина знамениты, а вот графика его известна меньше. Среди 14 гравюр из собрания музея остановимся на нескольких. Вот миниатюрные цветы, но опять же лесные. Есть вот такие маленькие камерные, но в которых вот эта шишкинская любовь, она неизбывна. Вот она тут, она присутствует, она нас втягивает в эти вот такие замечательные картинки. У Шишкина масштабное видение даже самого маленького уголка хвойного леса. И эти поваленные деревья, и какие-то сухостои, и папоротники, которые растут среди стволов. Бережок, задворки, пески, чёрный цвет на графике Шишкина звучит по цветному. Что такое форт? Вот если бы я вам не сказала, вы бы, наверное, подошли поближе и сказали, да, рисунок перу, видимо, потому что все эти вот маленькие штришочки, так они ложатся, так он их кладёт, что мы видим ощущение и движения их, и вот этого пространства такого, и ощущение этого жёлтого песка. Некоторые критики даже пишут о том, что талант Шишкина иногда гораздо ярче высказывается в одноцветных рисунках и афортах, чем в работах с использованием множества красок. Галина Белоусова, Руслан Хамчеев, Дон-24, Ростов-на-Дону. Это все новости к этой минуте. Следующий выпуск смотрите в 18.30. В студии был Артём Тарасов. До встречи.